всем огромный привет девчонки добро пожаловать на наш канал наконец-то у нас в москве тоже вроде бы все начало зеленеть совершенно голые деревья стояли а сейчас хотя бы уже более менее сына собачки и вот так всегда такая реакция на собаку а если мы еще гуляем и он увидит собаку он также не начинает бежать прям вообще я тоже обожаю собак вот сын у меня да тут я в общем буду сейчас варить девчонки манку поставил молоко согреться положила вчера варила еще кисель такой малиновый вкусненький тоже получился сейчас будем мы с ним завтракать только что проснулись сегодня мы долго спали где-то в 9 проснулись обычно очень раз просыпаемся где-то всем 8 вот сегодня сын дал поспать майна до 9 прям да и сам спал тоже хорошо приступаем с вами к моей еженедельной мотивации на уборку надеюсь что я вас смогу замотивировать на уборочку так как конечно же делать это всем всегда не очень хочется но это необходимо сейчас девчонки я делаю еженедельно уборку точнее ежедневная уборка конечно же у меня присутствует но она не такая как раньше когда я сидела в таком прям полном декрете да я могла позаниматься любыми делами дома да сейчас конечно же когда я работаю немножечко все у меня изменилось немножко график у меня поменялся и когда у меня есть самый первый выходной после моих рабочих дней я конечно же делаю такую прям глобальную еженедельную уборку затрагиваю то есть я все комнаты ну и конечно же я начала с того что я помыла всю посуду после завтрака потому что девчонки ненавижу когда стоит все на столешнице либо в раковине потому что все таки грязная посуда она придает такой визуальный беспорядок кажется то что все везде раскидано везде бардак поэтому я люблю сначала навести прям полный порядок на кухне чтобы столешница была у меня ничем не заставлена чистая сразу все протираю также протерла подоконник также решила навести порядок в этом шкафчике немного совсем немного если честно девчонки нужно навести порядок прям полный шкафах все хочу тоже разобрать опять и знаете вот душа требует перемены хочется какую-то новую организацию сделать но я понимаю что сейчас в принципе это будет лишнее потому что в принципе у меня уже все организовано а если на что-то другое менять я пока что смысла не вижу в общем но душа всегда требует перемен поэтому мне хочется как-нибудь опять может быть что-то по другому переставить также мне нужно было пополнить масло и пополнить мою коробочку с чаем с чайными пакетиками и также девчонки я чайник поставила прокипятиться с лимонной кислотой я это делаю наверное девчонки где-то раз в недельку может быть раз в полторы недели потому что у нас вода очень плохая в москве и накид быстро образуется поэтому мне приходится часто очень мыть с лимонной кислотой а я вам как-то говорила то что я хотела найти какое-то другое средство до для того чтобы мыть чайник потому что вот у меня чайник начал немного течь снизу потому что наверное я его мою с лимонной кислотой я про это почитала то что там лимонная кислота как-то она разъедает какие-то детальки и он у меня на стал немного протекать прям снизу откуда я не могу понять но когда допустим чайник поднимаешь то там такие капельки воды какое-то другое средство пока что не нашла чем можно мыть такое знаете чтоб щадящие было потому что не хочется мыть какими-то там не знаю я видела то что девчонки моют и допустим чем жир отмывают тоже брызгают иногда до чайник я таким не хочу мыть потому что все-таки мы тимки делаем до смесь этой водой кипяченой лимонная кислота мне кажется это какой-то более-менее щадящий такой продукт до которым можно помыть спокойно чайник внутри и потом спокойно из него пить если девчонки кстати знаете какое-то средство то пожалуйста посоветуйте буду очень вам признательна но мы уже с тимкой навели порядок на кухне поставили пледы постираться и с вами сейчас перемещаемся в комнату ты прилег отдохнуть сын устал маме помогал на кухне маме на кухне помогал и устал до продолжаем с вами уборку переместились мы с вами уже в комнату конечно же нужно поменять мне постельное белье как и у меня такие у тимки сегодня буду менять постельное белье вообще стараюсь на эти девчонки и сделать так чтобы постельное белье менять в один день не делать это допустим у нас поменять до в какой-то день потом там через несколько дней поменять у тимки мне как-то проще когда я делаю уборку сразу же везде все поменять поставить стираться все это высохнет все чистенькое и постельное чистое у нас и у тимки чтобы потом не думать ага когда это я меняла а надо сейчас менять или нет то есть мне как-то проще менять постельное белье прям в один день что у нас что у малыша девчонки в этот день прям тимка у меня был очень такой активный все время дурил смеялся но сейчас в это все будете еще наблюдать потому что это еще не один кадр до стимкой потому что он сейчас тут еще устроит мне в общем на кровати будет прыгать в общем такое стало интересный и хулиган стал девчонки вот хулиганит просто на каждом шагу он стал очень сильно любознательный ему все везде интересно он везде залазит ему интересно что мы говорим что мы делаем куда мы ходим любой шкаф сейчас может уже открыть начал доставать все со всех шкафов и вообще из верхних полочек где-то достает со стола все достает в общем девчонки сейчас за ним только глаз да глаз а тут конечно в этот день он прям очень сильно раздурелся мы с ним дурели еще на протяжении долгого времени я не все снимала но знаете вот последнее время я начала за ним замечать что у него вот так вот происходит когда меня не было дома допустим там два дня когда два дня полных работаю я работаю с утра до вечера и то есть я получается когда ухожу он спит прихожу он спит и так получается два дня и то есть ребенок меня не видит два дня и идут конечно же в понедельник утром у него такой шок что а мама дома ничего себе ее так долго не было я ее так долго не видел и он начинает дуреть мы с ними бегаем и прыгаем и искать он только что мы с ним не делаем в общем ну знаете вот у него такие эмоции видимо ну это с этим связано то что он не долгое время не видит потому что все-таки ребенок взрослеет мне кажется он уже начинает понимать что вот мамы не было не было хоп она появилась надо все эмоции показать да как он рад что я дома вот ну в общем так интересно с ним конечно стало но девчонки скажу то что стало и намного сложнее потому что раньше мне если честно казалось то что блин так сложно он вот либо спит либо на одном месте лежит до когда не ползал еще допустим мне приходилось его как-то с собой на кухню брать если я хотела сделать уборку на кухне я как-то пыталась это делать когда он вот спит да допустим на дневной сон я вот постоянно переживала что я не могу его с собой взять он маленький крохотный куда его положу коляску мы не ставили дома и поэтому как-то мне казалось то что так сложно такой сложный период и мне казалось то что когда он начнет ползать либо ходить мне казалось то что мне будет как-то проще что я смогу его брать с собой на кухню я смогу его собой брать в ванную комнату допустим да там же если мне нужно сделать уборку казалось то что будет проще но девчонки сейчас конечно намного сложнее потому что за ним реально нужен глаз да глаз потому что где он что достает нужно смотреть до что он взял чтобы в рот там не засунул не съел чтобы не дай бог где-то там упал либо упал где-то стукнулся головой вот это уже за это всегда переживаю потому что все таки есть какие-то столики есть все равно какие-то углы допустим у шкафа да и поэтому конечно же за это все переживаю постоянно любой там не знаю виск сразу же бегу смотрю что он там сделал в общем ну в общем да конечно же намного сложнее хотя я повторюсь да то что я думала то что будет намного проще кстати девчонки тут недавно был вопрос у меня в комментариях как я научила тимку слазить с дивана осторожно либо с кровати до чтобы он не нырял вниз головой я кстати таким вопросом тоже задавалась когда тимка у нас научился залазить на диван я тоже задавалась таким вопросом как же этому его научить потому что он первое время конечно же пытался у нас нырнуть вниз головой потому что мне кажется так наверное все дети они еще не понимают что его ждет когда он упадет да и разобьет себе допустим свой маленький носик но он у нас тоже так делал мы слава богу его пару раз ловили но он видимо в этот момент понимал что это очень страшно потому что он после этого начинал плакать то есть мы уже резко его схватим допустим да когда он падает мне кажется что это все равно откладывается у них в голове и они понимают что а что-то было не так потому что мама с папой в общем так среагировали да испугались резко меня схватили и мы ему всегда показывали как нужно делать как нужно слазить мы его разворачивали попой назад и вот так вот потихонечку потихонечку его спускали назад говорили тимур надо вот так вот так вот если он опять пытался вниз головой нырнуть мы его опять поворачивали попой и опять спускали его как нужно и вот постепенно постепенно, он потом начал сам это делать, то есть он когда хотел вниз, он начал сам разворачиваться и сползать и сейчас так же до сих пор делает с дивана он очень быстро у нас сползает в принципе, он очень это шустро делает сейчас, вообще можно даже не заметить, как он залез, как слез в общем, а вот с кровати она немного повыше, конечно он еще слезает очень осторожно он у нас держится за плед либо за одеяло, либо запростым сцепится и не отпускается до того момента, пока у него ножки не встанут на пол то есть он у нас такой очень осторожный мальчик мне иногда тоже все пишут в комментариях, когда еще Тимка тоже не ходил, я переживала из-за этого, все в общем писали то, что ну Тимур у вас просто осторожничает, он осторожный мальчик в общем, ну да, у него вот есть такое что-то, что вот он понимает, что вот тут нельзя надо вот подстраховаться и лучше этого не делать и поэтому осторожничает во всем и когда ходить учился, тоже осторожничал сейчас, знаете, девчонки бегает только так, туда-сюда на кухню сбегает, обратно прибежит в общем, уже шустренько ходит что-то я заболталась и у меня уже прошла вся моя уборка навела я порядок в комнате также наводила порядок в ванной комнате и, конечно же, девчонки я мыла еще полы во всей квартире но я вам этого не снимала потому что, ну снимать одно и то же как-то не очень, в принципе, хочется ну и все равно мытье полов мне кажется, это прям такой постоянный ритуал, да в каждой уборке поэтому снимать это как-то, в общем, не очень не хочется и поэтому я и не стала чтобы видео не было совсем длинное потому что я понимала, что оно у меня получится опять насыщенное, длинное и не хотелось вот еще и мытье полов сюда вставлять поэтому как-то вот так а тут мы уже с Тимкой приступили к занятиям всегда мы с ним занимаемся я стараюсь уборку сделать с самого утра чтобы потом у меня был целый день свободный я могла заниматься семьей, ребенком в принципе, я так вот привыкла у меня такой вот режим я быстренько навожу вот порядок где-то, наверное, знаете эту всю уборку я навела где-то за час в принципе, достаточно быстро и потом еще у меня очень было много стирки я просто ставила, вешала ставила заново стирку и потом мы начали заниматься с Тимкой занимаемся с ними разными развивашками я ему их достаю так просто я ему не отдаю потому что они такие крохотные маленькие он начинает их везде раскидывать еще у него сейчас такая фишка он постоянно все закидывает под диван вот ему нравится он закинет под диван и лежит, смотрит ага, там все там под диваном валяются игрушки я сейчас их достану начинает доставать лопаткой папа его научил лопаткой доставать игрушки ну, конечно, у него не всегда это получается но вот ему так интересно и поэтому он постоянно-постоянно закидывает все под диван а мне, конечно же, это не нравится потому что мне приходится потом все это доставать и опять отодвигать диван и так далее и тому подобное поэтому я ему даю только тогда, когда я с ним занимаюсь ну, а пока Тимка занят своими развивашками я всегда стараюсь успеть нанести себе повседневный макияж ну, и, конечно же, он и с мою косметичку успевает поиграть в общем, проходит как-то день вот так ты что там делаешь? это у нас так он залезает и игрушки достает сам вот под диван все закидывает, в общем и потом залазит и достает да? ну, какой? сейчас уже скоро пойдем спать переодела его, потому что весь сырой стал да? кто-то на себя взял, все пролил и весь сырой да? Тимка? кстати, девчонки, в общем, тут у меня муж зашел я говорю, купи-ка места от Бэби потому что у нас закончился он нам очень хорошо помогает вот при прорезывании зубиков у нас сейчас, в общем, лезет опять где-то 4 в общем, один прорезался клык и еще один клык лезет и два зуба внизу лезет, в общем и он, конечно же, очень беспокойный и вот этот вот гель ему очень хорошо всегда помогал раньше, девчонки, он стоил где-то рублей 350, 400 максимум вроде бы я покупала сейчас он стоит 650 рублей это в самой дешевой аптеке в Москве а в самой дорогой я смотрела 894 потому что производство Германия у него я вот сейчас прочитала, думаю, почему он так подорожал потому что производство у него Германия в общем, это, девочки, пипец, конечно за 10 грамм, за такую капелюшечку столько денег отдавать но его хватает надолго, в принципе знаете, наверное мы же не часто мажем, допустим но когда капризничаю, тогда как бы и делаю то есть, ну, где-то его, наверное, хватало нам на месяца полтора иногда два то есть, когда зубики вообще не прорезывались естественно, не используем вот не знаю, может, российские какие-то тоже нужно посмотреть посоветуйте может быть, вы пользуетесь какими-то другими гелями российскими либо какими-то еще которые сейчас по цене более-менее дешевые не такие, конечно, как вот эта вот коробочка так, девчонки, сегодня еще стала размораживать морозилку вы посмотрите, что у меня там творится я месяц не размораживала раньше я старалась каждые две недели размораживать а тут, в общем, вообще не было у меня времени и вот что получилось я уже сегодня смотрю, думаю, точно надо в общем, придумала себе еще одну уборочку вот так вот все достала вообще очень неудобно маленькая очень морозилка и поэтому, когда много, считай, всего складываю вот такая вот снежная шуба вообще образуется постоянно тут, девчонки, Тимки, еще варю тыкву сейчас буду делать ему кексики так, знаете, на полдник чтобы что-то перекусил а так у меня со вчера еще на обед ему осталось я вчера готовила ему в общем овощи с мясом тушила так что осталось и сегодня буду ему на обед кормить а это вот на полдник и потом на ужин еще что-то надо будет придумать вон к нам голуби постоянно прилетают они еще часто очень садятся сюда на подоконник раньше муж их подкармливал и они постоянно прилетали вот, я потом его отучила от этой идеи потому что все равно они так пачкают весь подоконник ну вот, поэтому я ему запретила так кормить их еще с Тимкой сходим, прогуляемся и вообще мне надо сегодня, девчонки, сходить в фикс прайс, думаю, сходить либо в какой-то вот магазинчик там у нас есть такой, знаете, как чисто только химия какая-то продается такой хозяйственный магазин в общем, различные гели, шампуни вот, мне надо сходить обязательно потому что у меня закончился гель для душа мыло закончилось жидкое мыло для рук закончилось фэри тоже вот чуть-чуть совсем каплика осталось в дозаторе туалетная бумага в общем, такое что-то надо посмотреть не везде я думаю, лучше в фикс прайс, наверное, пойду и вот такое все хозяйственное, бытовое там посмотрю а за гелем для душа, думаю, зайду вот в этот хозяйственный магазинчик который там есть, такой частный, небольшой у нас вот, потому что все закончилось ну, сейчас муж, когда приедет с работы тогда уже пойду потому что с Тимкой я туда не хочу ходить потому что у нас фикс прайс находится на втором этаже то есть мне надо как-то коляску с Тимкой туда затащить и там фикс прайс, он такой, знаете, маленький в общем, проходики там маленькие, узкие и там, конечно, с коляской я буду и всем мешаться и, в общем, самой будет неудобно поэтому, думаю, лучше схожу одна так что вот сегодня вообще много дел так переделала но вообще, девчонки, я люблю так я люблю, когда у меня весь день чем-то занят я что-то делаю я чем-то занимаюсь не сижу просто так на диване да и вообще я очень редко, да, просто так вот на диване могу посидеть, там отдохнуть как-то редко у меня вообще это все получается но это мне нравится я вот люблю чем-то заниматься постоянно что-то делать вот, не усечила я в этом плане может быть, это и хорошо, кстати потому что все-таки какая хоть активность у меня какая-то есть я все хотела худеть, девчонки хотела заниматься, начать никак не могу себя вот заставить вот, блин, по дому могу сделать все вот все, что мне придет в голову убрать там что-то сделать ну вот, чтобы заняться спортом это вот, не знаю, кто должен меня заставить но обычно это делает муж он меня стимулирует, допустим ну все, давай тебе пора давай там, пора тебе там чуть-чуть подкачать какую-то часть тела вот, если он меня так стимулирует то я, в общем, начинаю потому что все-таки когда кто-то говорит извне что вот у тебя вот тут вот так вот и так изменилась ты пытаешься потом немножечко переделаться может быть, да кто-то скажет, что без разницы на чужое мнение не надо обращать внимания все что хотят, то и говорят ты сама себя знаешь вот, но все равно это вот здесь вот откладывается что, ага, мне так когда-то сказали что я там потолстела либо еще что-то и это вот, ну вот, по крайней мере у меня так у меня сразу же я начинаю об этом думать я об этом часто очень начинаю вспоминать и потом действую то есть какой-то пинок все равно должен быть вот, поэтому иногда этот пинок мне дает муж но в последнее время он мне ничего не говорит хотя я постоянно говорю блин, надо начать заниматься блин, надо худеть но он молчит, ничего не говорит вот, так что вот такие вот дела, девчонки опять видео, наверное, у меня огромное получится потому что муж сегодня еще и опять закупит продукты я вам, скорее всего, покажу, что он принесет ох в общем, видео будет большое, насыщенное ну, как-то вот так вот у меня получается в последнее время не знаю, досматриваете вы все до конца или нет но видео реально получаются очень длинные особенно бывают по 40 минут я там бываю сама в шоке думаю, ну что еще там поубырезать, поудалять, ускорить просто иногда бывает вообще нечего ускорить и как-то наболтаю много и видео получается огромное ну, надеюсь, что хоть кто-нибудь досматривает его до конца вот, девчонки тыква свалилась у меня добавила я банан одно яйцо, три ложки муки ну, я вам уже как-то, кстати, показывала но в прошлый раз я делала с яблоком и через блендер а в этот раз я просто вилкой раздавила и тыкву, и бананчик и вот так буду запекать знаете, такие получаются как кусочками небольшими и очень вкусно, когда запекается в общем, чувствуется и бананчик, и тыква я так уже делала Тимке, вот, ему так понравилось вот, примерно, где-то, наверное, шесть штучек у меня получится они еще немножко поднимаются из-за муки так что, вот делаю Тимке тут вкусняшку так, девчонки, морозилку, в общем, помыла сейчас надо будет все это обратно уже складывать так много было льда ну, в общем, растаяло, слава богу вот, сейчас буду все это укладывать на место скоро Тимка, наверное, уже проснется опять у меня стирки много сейчас еще одну стирку запущу в общем, стирки, конечно, много получилось как всегда еще у Тимки столько вещей Ку-куу, в окошко посмотри Ку-куу покатишься, что ли? Сима, сын давай идем идем, идем, идем давай, 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 давай давай давай, я тебя ловлю Сима давай раз, два, три давай давай довольно-то teacher давай так tes take vo stop поехали девчонки экспресс сходим девчонки муж у меня был на рынке взял в общем клубничку 250 рублей говорится килограмм такие вот томаты розовые мы берем узбекские они стоят где-то рублей около 200 он сказал огурчики где-то рублей 120 вроде бы примерно так кабачки и баклажаны помнит сколько стоит также взял в общем еще тык у тимки я ему делаю там либо добавляю куда-то либо делаю кекс из тыквы в общем где-то рублей 50 за килограмм и сказал тут в общем яблочки но они сейчас стоят 180 рублей килограмм такие также картошка 60 рублей сейчас у нас и морковка тоже где-то 60 покупки из фикс прайса взяла вот такой вот тимки книжечку гармошка вот такая вот она тут разные стежки прибаутки в общем такая вот яркая интересная 59 рублей стоит она сейчас фикс прайсе вот таких там было несколько штук тимку же ее погрыз в общем я у него отобрала чтобы вам показать вот он уже ее всю начал грызть так что вот такую вот взяла также девчонки решила попробовать вот такой вот персоль читала тоже отзывы про него я вообще смотрела обзор фикс прайс и там вот хвалили вот этот отбеливатель попробую в общем не надо для белых моих тряпочек белых полотенчиков которые у меня языке в общем мы ими которыми руки вытираем все равно они пятышки какие-то в общем на них остаются вот хочу попробовать замочить и постирать поможет не поможет не знаю он стоит 24 700 так вот эти ватные палочки взяла 400 штук для 79 рублей стоит также девчонки решила попробовать вот такую маску для волос идет соком граната тоже вот в этом обзоре очень хвалили эту маску фито косметик и в общем я решила попробовать интересно как же будет эффект вот но очень-очень хвалили и говорят что очень запах приятный так также взяла в общем аос потому что не было фэри фэри у нас почему-то даже пятерочки не было поэтому все-таки в итоге зашла и взяла аос а так хотела фэри конечно взять люблю фэри пользоваться потом взяла вот такой вот не вея крем а кстати аос 99 рублей а это краска 79 рублей они 68 рублей девчонки так вот такой вот гель для душа тоже фикс прайс зашла его взяла посмотрела в хозяйственном магазине девчонки вот такой вот гель для душа стоит сейчас скажу вам 400 рублей около 400 рублей в общем тут фикс прайсе он стоит 249 рублей не знаю попробую как будет но вообще когда-то я брала такой невея именно с таким вот вкусом не знаю попробую в общем опять взяла вот это вот карамелька детское мыло жидкое мыло нам она нравится и хорошо отмывает до руки мы ими только руки моем и зап вкусный не знаю вот и объем большой и стоит всего лишь 79 рублей поэтому в общем решила опять его же и взять взяла ватные диски 180 штук такая вот упаковка 79 рублей стоит фикс прайсе и делай девчонки такую туалетную бумагу такую я еще не пользовалась вроде бы мы такую еще не брали она трехслойная здесь 6 рулончиков они такие небольшие стоит 99 рублей вот так что вот такие вот девчонки на были покупочки такие бытовые можно так сказать в общем вот девчонки у нас уже 8 час вечера а на улице так светло и даже не верится что надо уже скоро будет идти купать тимку и укладывать спать вообще не верится прям такое ощущение что время еще где-то часов 5 сейчас яблочко кушаем любит он яблочко зеленое либо красное до сын а теперь смотришь камеру какое-то пятнышко выскочила точнее прыщик у него не знаю на что даже так выскакивает но вот иногда у него выскакивает и на этой щечке один раз было и сейчас вот на правой щечке выскочила и непонятно почему в общем девчонки наверное уже буду заканчивать сегодня свое видео боюсь что она такой длинный наверно у меня выйдет но я еще не монтировала там уже будет видно но мы на сегодня с вами уже попрощаемся спасибо вам всем огромное кто остался со мной до конца досмотрел это видео до конца и увидимся с вами уже в следующем видео всем большое спасибо пока пока до конца